Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу вас поблагодарить за то, что вы посетили нашу секцию. И вашему вниманию предоставляется тема на тему герминогенной опухоли яичка, возможности применения тканевых матриц. Герминогенной опухоли яичек – это болезнь молодых мужчин тудоспособного возраста. Частота заболеваемости растет с каждым годом, и чаще они наблюдаются в развитых странах. При правильной и своевременной постановке диагноза эффективность лечения приближается к 100%. Целями нашей работы послужили оценка адекватности и эффективности использования методики изготовления тканевых матриц при диагностике герминогенных опухолей, а также оценка чувствительности и специфичности следующих иммуногистохимических маркеров. Это САЛ-4, ОК-3-4, ЛАП, Падопланин, СИД-30 и СИД-117 с глиппиканом-3. Материалом исследования послужили 87 случаев опухоли яичков пациентов, получавших хирургическое лечение на отделении урологии и неонкологии имени Петрова за период 2001 года по настоящий день. Гистологические препараты были окрашены гемотоксиленом и азином. При помощи сканера гистологических препаратов Panoramic Flash 3 они были отсканированы. При ТМА Грандмастере были изготовлены тканевые матрицы. Из рецепиентов блоков были изготовлены препараты, окрашены выше упомянутыми иммуногистохимическими маркерами. При исследовании материала мы использовались рекомендациями Астралийского общества по изучению семеном. И в клинической информации помимо демографических данных необходимо указывать анамнез, опухолевые маркеры сыворотки, такие как ХГЧ, альфа-фетопротеин, ЛДГ, а также данные о предшествующей терапии. При макроскопическом анализе мы учитываем размеры образца и до вскрытия яичка необходимо взять край резерции канатика для избежания и занесения опухолевых клеток в край резерции. Также на разрезе мы оцениваем размер опухоли в двух измерениях, консистенцию, цвет, кровоизлияние, некрозы. Также если макроскопически можно оценить ее инвазию в сети яичков, в придаток, либо в оболочке. При микроскопическом анализе мы отмечаем гистологический тип, распространенность опухоли, это ее инвазия в белочную оболочку, влагалищную оболочку, либо сеть яичков, придаток, максимальный размер опухоли, лимфоваскулярную инвазию, наличие рубцовой ткани в виде тяжей, либо тотального замещения яичка, кровоизлияние, некрозы, синцитетрофобластные клетки. При наличии интратубулярной неоплазии необходимо указать ее тип, если это возможно, а также протяженность. В результате мы получили средний возраст у пациентов составил 32 года. Семеномы встречались в 50% случаев. Смешанные герминогенные опухоли наблюдались в 30%, эмбриональный рак – 14%, и единичные случаи тератомы, опухоли желточного мешка, сперматоцитарные опухоли и хорианкарциномы. САЛ-4. Это фактор транскрипции. Его положительная экспрессия проявляется в виде выраженного ядерного окрашивания и наблюдается оно во всех герминогенных опухолях. На данном слайде мы видим сперматоцитарную опухоль с положительной реакцией, опухоль желточного мешка, эмбриональный рак, сименома. Интратубулярная неоплазия также имеют экспрессию этого антитела. Его очень удобно использовать в дифференциальной диагностике герминогенных опухолей от других опухолей, которые могут наблюдаться как в яичке, так и при исследовании в неганадных герминогенных опухолях. ОК-3,4 это также фактор транскрипции, он отвечает за плюрипотентность. Он проявляется в виде выраженного ядерного окрашивания и при высокой экспрессии также наблюдается цитоплазматическое окрашивание. Наблюдается оно в эмбриональном раке, в сименоме, а также в интратубулярной неоплазии. Остальные герминогенные опухоли негативны на этот маркер. Чувствительность ОК-3,4 для эмбрионального рака и для сименом практически 100%. Плацентарная щелочная фосфатаза проявляется в виде выраженного мембранного окрашивания опухоли семеном, в клетках опухоли семеном эмбрионального рака и в интратубулярной неоплазии. Остальные герминогенные опухоли не имеют окраски к этому антителу. Чувствительность ПЛАП для сименом 79% для эмбрионального рака составила 77%. Специфичность очень высока. Однако имеется разный уровень экспрессии от выраженного до практически исчезающего слабого мембранного окрашивания. Падопланин. Этот маркер наиболее интересен в изучении сименом, так как при положительной экспрессии наблюдается выраженное мембранное окрашивание только клеток семеномы, а также интратубулярной неоплазии. Но в остальных герминогенных опухолях мы можем встретить его экспрессию в лимфатических сосудах. В нашей работе чувствительность и специфичность подопланин на семеномах составила 100%. Каждая опухоль была окрашена интенсивно, очень ярко на это антитело. CD117 или ЦКИД также чувствительны для семеном, окрашивают только клетки семеномы и неоплазию инхиту. А также по литературным данным встречаются опухоли желточного мешка и спермотоцитарная опухоль с положительной окраской. В нашей работе такого не наблюдалось. Чувствительность практически 90%, специфичность почти 100%. CD30. Этот маркер специфичен только для эмбрионального рака, проявляется в виде мембранного окрашивания. По литературным данным мембранное окрашивание должно быть выраженным, ярким, но в зависимости от подбора клона этого антитела мы наблюдаем даже CD30 – отрицательный эмбриональный рак. Чувствительность практически 100% для эмбрионального рака. Глипикан-3 имеет мембранное окрашивание хориан-карциномы, опухоли желточного мешка, а также синцитиатрофобластных клеток. Необходимо помнить то, что в семеноме и в эмбриональном раке могут встречаться синцитиатрофобластные клетки, которые как раз-таки будут положительны на глипикан-3. Но нужно подтверждать данное предположение окраской на ХГЧ, потому что в эмбриональном раке часто встречается опухоль желточного мешка, которая также положительно реагирует на глипикан-3. Иммуногистохимическая характеристика семеномы. Семеномы всегда будут положительны на ОК-3-4, на САЛ-4, всегда положительны на подопланин CD117, с вариабельной окраской на ПЛАП и всегда отрицательны на глипикан-3 и CD30. Эмбриональный рак всегда положительны на САЛ-4, ОК-3-4, CD30, всегда отрицательны на глипикан-3, подопланин CD117 и с вариабельной окраской на ПЛАП. Хориан-карциномы в нашей работе окрашивались только глипиканом, но, возможно, окраска также на САЛ-4, как герминогенная опухоль. Опухоль желточного мешка окрашивается всегда на САЛ-4, на глипикан-3. Опухоль желточного мешка – это безумно мимикрирующая опухоль. Она часто встречается в сочетании с эмбриональным раком. Она может мимикрировать также семеному, низкодифференцированную тератому. И очень важно назначать при любых герминогенных опухолях ОК-3-4. Он дает возможность сразу отсеять, если отрицательная экспрессия, мы сразу можем отсеять опухоль желточного мешка. Это очень удобно и очень важно. Иммуно-гистохимическая характеристика семенома ин-ситу выглядит таким образом. САЛ-4, ПЛАП, подопланин, CD117, они положительны, CD30, очевидно, отрицательны. Но необходимо не забывать о том, что ин-ситу мы должны видеть на гематоксилине. И преимущественно мы ставим диагноз на гематоксилина, окрашенную препаратами. Выводы данной работы. САЛ-4 – это высокочувствительный и высокоспецифичный маркер для герминогенных опухолей. Чувствительность ОК-3-4 для семеном и для эмбрионального рака примерно 100%, в районе 90%. Чувствительность ПЛАП для семеном около 80%, как и для эмбрионального рака, но это очень высокоспецифичный маркер. Наиболее чувствительные и специфичные маркеры для семенома – это подопланин и CD117. Чувствительность CD130 – он высокочувствителен и высокоспецифичен для эмбрионального рака, если правильно подобрать клон. Глепикан возможно использовать только в расширенной панели, особенно с ХГЧ и альфа-фитопротеином. Таким образом, использование тканевых матриц для диагностики герминогенных опухолей яичка имеет такую же сопоставимую с обычными препаратами результативность. И всего лишь у нас было около 2% потерянных матриц. Я бы хотела поблагодарить моих научных руководителей – Ассель Галимовну, Анну Сергеевну, и особую благодарность Татьяне Сергеевне за то, что она выполнила эти прекрасные матрицы. Без нее мы никак не справились. Спасибо за внимание. Есть вопросы? Пожалуйста. Проблемы, связанные с гистологической и гетерогенностью опухолей? Гистологические опухоли весьма гетерогенны, то есть часто происходит неправильная постановка диагноза, особенно при опухолях желточного мешка и в смешанных опухолях. И при взятии материала мы брали от 3 до 5 коров для исследования этих опухолей за счет того, что они очень разнообразные и часто смешанные формы наблюдаются. Я бы не знаю, как пропустил, а часто встречаются в смешанных опухолях? 30%. В 30% они встречались? 30%, да. Смешанные варианты, да. Большая часть была чистых семеном. И чаще смешанные опухоли были представлены эмбриональным раком в сочетании с опухолей желточного мешка. Спасибо. 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 Спасибо.